Девушки отдыхают Село Степанчиково и его обитатели Вот, расскажи Помните, о чем оно? Давай признаемся Мы обсуждали Юль, мы так нежно тебя встретили Мы так были тебе рады Спасибо, Юля Хлынина Юль, мы в принципе читающие Но вот просто конкретно это произведение Не читали Понятно, ну правда Оно такое специфическое Если оно в школьную программу не входило То по вас видно, что вы не читали По вас видно, что вы и школьную это не все читали Да, ну не страшно В общем, приходите тогда в Театр нации И узнаете, в чем там, о чем дело было Какое высокомерие от приятного когда-то человека Но, честно сказать Я не думаю, что вы поймете Ну, сюжет вы поймете Продолжает унижать Просто понимаете Но не факт, что Вы понимаете, это все-таки режиссерская постановка Она особенная И это Евгений Марчелли С которым я работала до этого Он известный театральный режиссер Более 60 постановок по всем театрам России Да, мы знаем Мы читали А, все-таки, да Есть у вас это Конечно, мы готовились Ну, тогда не буду вам так подробно рассказывать Вот, но Именно интересное решение Что это классическая повесть Которая решена тем Я вам скажу Там два главных героя есть Это Фома Фомич Может, вы слышали Такое есть Такое есть имя Фома Фомича Пискин Вы так смотрите, я не могу Все хорошо Да В этих глазах когда-то была любовь Он живет в доме у полковника Это главный тоже герой Второй главный герой Его играют и Виталий Кищенко И Володя Майзингер Это очень известные и хорошие артисты Театральные киноартисты У Кищенко была очень крутая роль Вот недавно в фильме «На луне» Кончаловского Да Ну Да Что, можем же так говорить Можем так говорить А Фома Фомича играет Авангард Леонтьев Авангард Николаевич Леонтьев Да Мастодонт Мастодонт театральной сцены И я, конечно, выросла в институте В школе-студии МХАТ Мое становление, карьера было И он приходил туда творческими вечерами А теперь я имею прекрасную возможность Просто вот впитывать Впитывать на репетициях Мастерство работы со словом С текстом Достоевского Что не так просто Так вот В этой постановке Два главных героя Они сталкиваются Сталкиваются И Трудно сказать Нет ни жертвы, ни палача Как однозначно Достаточно Однозначно написано В повести Федора Михайловича Так Здесь равновеликие силы Мы уже начинаем путаться Кто кого Кто виноват Кто Кто Конфликт Вокруг чего вообще завязывается Кто живет, он и живет Казалось бы Фома Фомич Вот сложно сказать Тут вопрос принципов И таких морально-этических вопросов В которых борются И каждый защищает свое Вот Егор Ильич Главный герой И Фома Фомич Второй главный герой Они сталкиваются И два лагеря образуются в семье И получается такая пряная Русская история семьи В которой непонятно Все-таки кто победит И нужно ли побеждать Ты скажи нам, пожалуйста Вот таким вот Олухам, как мы Обязательно ли прочесть сначала Повесть, а потом пойти Или можно с нуля прийти Боже упаси По-возь видно, что вы не прочитаете Даже после эфира Ну, о чем речь Да, на самом деле Это не обязательно Здесь нет такого вот Указа, чтобы Ознакомиться с литературой Приходите, посмотрите Будет понятно Это понятно Это очень интересно Решено, симпатично Вы просто получите Большое удовольствие Другой вопрос Ты играешь? Настеньку Я играю Настеньку Да, главную влюбленность Егора Ильича Собственно, полковника Да, главного хозяина в доме Но Здесь тоже интересное решение Я очень тихий персонаж И любовь такая спрятанная Скрытая И никто до конца не понимает Есть ли она Или ее нет А потом Она появляется на экране Ну, смотри Я удочку закинула Сюрпризы, поэтому приходите Что песня Надежды Бабкиной И любовь такая спрятанная И скрытая Тихая Ёль, смотрите, подожди Судя по тому, что Ты Настенька Я Настенька А не Анастасия Павловна, например А Настенька У нас некоторые персонажи Они купированы Если что Так что, если вы ознакомились В Википедии Так И посмотрели слово Купировали Мы на сайте Театре нации, между прочим Так Ну Да То некоторые персонажи Они все-таки Вот Как-то Вырезаны Нет, просто Судя Я просто почему говорю Судя Потому что Ну Человек-то взрослый А ты Нет Там Неравный брак Или Настенька Просто Настенька Анастасия Евграфовна Которая является Воспитанницей Вот Главного героя У нас Немножко Это, конечно По-другому решено Но Она Молодая Девушка То есть неравный брак Ну не то, что неравный брак Конечно Неравный брак Завязывается И вот Опять же вопрос Есть ли чистая любовь В неравном браке Или она на чем-то Все-таки завязана А, так То есть она воспитанница его А он ее Любит А он ее любит Харасит Харасит И вот мы переходим К обсуждению Десятой серии Сериала «Утреннее шоу» Юля, с чего мы начинали Наше общение Нет Здесь мы С печалью Должны подключить Антона Кабанова Но потом мы его отключим И продолжим интересный разговор Антон Кабанов Ну постарайся не сильно Испортить наше шоу Доброе утро Еще раз вам, ребята Здравствуйте, Юля Я буду Быстр И краток Смотрите Давайте От театральных тем Спустимся В интернет Я расскажу вам О том, что в сети Набирает популярность Новый челлендж Называется он «Flip the switch» В переводе с английского Щелкнуть выключателем Парни и девушки Снимают короткое видео Перед зеркалом Они на секунду Выключают свет А когда он снова зажигается Оказывается Что пара Поменялась одеждой Челлендж Подхватили уже Тысячи участников По всему миру Кроме российских Естественно звезд Среди западных звезд Засветили сюжет Дженнифер Лопес И сенатор США Элизабет Уоррен Во всех роликах Играет один Сингл Дрейка Нон-стоп Из альбома «Скорпиум» И также строки Из песни «Flip it a switch» Они, собственно говоря И дали название челленджа А как вот Юля относится К подобным забавам В интернете Ой, я хочу Посмотреть Ознакомиться А как вообще Они переодеваются Так быстро Это секрет Чудеса монтажа Ну ладно Я же могу задать Наивный вопрос Во-первых Чудеса монтажа Мы все работаем В кино Мы знаем Что такое Монтаж Мы все работаем В кино Юль Вы не видели Антона В кино? А он там работает Я снимался В парочке короткометражек Но это было Как будто бы В прошлой жизни Слушайте Ну ладно От кино От сериалов Снова вернемся В театре В театре Есть какие-то Подобные забавы Я знаю, что есть Иногда Когда по сюжету Человек пьет чай На сцене Иногда бывает Там коньячок Чуть-чуть Да Но чаще наоборот Когда пьешь на сцене Как бы коньячок Оказывается Что это чаек Вот у нас так В упражнениях Прекрасно В театре Моссовета Мы с Гошей Куценко Там выпиваем Пьянеем дико А у нас такая пена Пузырьков стоит Потому что это чай И когда чай переливаешь Юльчка А вы говорите за свой стакан Пожалуйста Не нужно Гошу Обвинять ни в чем Человек-мастер Он знает Как правильно Настраиваться на рот Он знает Как закосить от чая Да Это хочется сказать В первом акте Играет пьяного Во втором акте Играет уже трезвого Как в том самом Театральном анекдоте Так и есть Ну молодцы Что сказать Ладно К этому часу У меня все Прям вот настолько все Ну про челлендж рассказал Про театр спросил Осталось А почему Где твой вечный Вечный плач Что ты тоже Служитель Мельпомены Что есть эта черная Страница в твоей жизни Почему черная Она очень светлая Нет В случае с Мельпоменой Когда ты ушел Ей стало светло Это правда Да Я согласен Что Волгоградская Театральная сцена Только выиграла От моего ухода Но сейчас не обо мне Сейчас про Юлю Я передаю ее В ваши заботливые руки Антон Кабанов Скоро вернусь Спасибо большое Спасибо Я был вынужден Прервать композицию Дмитрия Билана Потому что я был Совершенно выключен Во внеэфирном общении Ибо ребята Активно обсуждали Тональник Абрамяна И как это все Мы обсуждали Реализован В сериале Утреннее шоу В котором Наша сегодняшняя гость Юлечка Хлынина Не снималась Поэтому мы о нем Сейчас говорить Не будем Да Мы будем говорить еще Об одной театральной премьере Юль Ричард Третий Ричард Третий В Театре Моссовета Александр Домогаров Великолепный И великий В главной роли В роли Ричарда Третьего В постановке Нины Чусовой Будет масштабно Красиво Громко Ярко И С таким интересным Подходом То есть Это тяжелая история Шекспира Тяжелая линия Власти Смены власти Она будет все-таки решена В доступном Для современного зрителя Ключе Ты играешь Настеньку Опять Мы опять В Ричарде Третьем Опять Настеньку И этот старик Домогается До русской красавицы Подожди Это классическая пьеса То есть драматическое произведение Прям по Шекспиру Прямо Вильям Вот эти костюмы Средневековые Нет Я говорю Решено Для зрителя современного Очень Интересно Необычный подход И режиссура Чусовая Она такая Трагефарса Яркая Мощная И Костюмы у нас Решены тоже В таком У меня там ботинки Знаете На суперплатформе Красные Лаковые Такие огромные Сапоги В такой Стимпанк Немножко В стиле стимпанк Ну в общем там Смешение Такая эклектика Жанров Визуально Но Все Слово в слово По Шекспиру С небольшим сокращением А я Леди Анна Там если помните Был такой персонаж Неважно Это когда Отелла Когда законит В сцене И ему навстречу Йорик Петров идет С Йорика В роли Йорика Петров идет Давайте Нет Мы с огромным уважением Относимся к театральному искусству Стараемся ходить в театры Но давайте пожалуйста Поговорим о сериале Но нас Юля Хлынина Еще ни разу не приглашала Позвали Обязательно Это была огромная ошибка Йорик Что вас позвали Я пришла к вам Утреннее шоу Ребята Йорик 23 марта Платформа Премьер Сериал Колд Центр Мы посмотрели трейлер Потому что нам сказали Не дадим вам смотреть Пока не будет Первая серия не выйти На премьере Не дадим посмотреть Ну конечно Такая история Напоминающая Пилу В чистом виде То есть Колд Центр В двух словах Да это Действительно Дело происходит В офисе Где люди Занимаются обзвоном И насколько мы понимаем Холодные продажи Горячих товаров Для взрослых Вот так можно Это назвать А то есть Это уже можно Да говорить Это информация В свободном доступе Да Вот И соответственно В какой-то момент Оказывается Что в здании Заложена бомба И у людей Есть какое-то количество Времени Чтобы выполнять Задание И остаться в живом Да Это такое На самом деле Как мне сказал Сценарист Один из сценаристов То есть Наташа Меркулова И Леша Чупов Они полные авторы Этой истории Они и сценаристы И авторы идеи И режиссеры И вот как Леша сказал Они же по-моему Сняли фильм Человек который удивил всех Да Это прекрасный фильм Да Этот тяжелый Сложный Но вернемся К сериалу И в колл-центре И Леша сказал Что это Он не делал аналогию То есть Они не планировали Что будет аналогия На Пилу Они думали Что это даже ближе к Лосту По тому Как это построено То есть У каждого персонажа Главных героев Которые заперты В этом офисе Под террористами Которые над ним издеваются У них у каждого Есть своя серия Своя линия И мы понимаем Вот Предысторию Отправную точку Как они дошли здесь И может быть У каждого Тоже есть Своё возмездие Находясь в этом офисе Они получают Какой-то урок Но это и 12 негритят Уже Если уж так возвращаться Каждый человек Как бы за что-то отвечает Дикие истории Там первая история Кина Альмонаха Когда в самолёте Оказались люди Порщи Жизнь Да Ну там Там не настолько Это всё связано Там скорее больше Акцент на психологии Того там Психологической истории Персонажа Как он подошёл Дошёл до Кол-центра Собственно Слушайте Давайте в двух словах Какие актёры Замечательные там играют Там и Владимир Яглыч И Павел Табаков И Анатолий Белый Ну Юлия Хлынина Естественно Иначе бы мы не говорили об этом Многие другие прекрасные актёры Интересно Знаешь что Всё-таки Хоррор А это хоррор Да Судя по трейлеру Или психологический Я честно говоря Не знаю Чем хоррор От трейлера Отличается Мне кажется Хоррор это Прям жёстко выдуманное что-то Прям жёстко выдуманное что-то Ну подожди Но мне кажется Что всё-таки Ведьма из Блэр Там есть Давай так Там есть элементы Ты не веришь в ведьм А зря Мистик Есть мистика Или там вот Как в пиле Есть просто какое-то Объяснение итоговое Логичное Да Ну и всё Это тогда триллер Это триллер Это психологический триллер Но Очень серьёзные психотравмы Такие немножко даже Развёрнутые С лихвой Развёрнутые Для зрителя Которые лежат в основе Поступков каждого героя И хороших и плохих поступков Расскажи Ты уже посмотрела Твои ощущения Потому что Ну это очень непростой жанр Потому что Реально Когда выходит Пила Ну который абсолютно Легендарный фильм И его смотрели все люди Любящие, нелюбящие кино Нелюбящие, нелюбящие жанр Конечно всё равно будут Хотя, нехоти Люди сравнивать Вот ты посмотрела Тебе было страшно Или я бы даже сказал Простите за жорганизм Стремновато Когда ты смотрела Вот первую серию Этого сериала Ну не то чтобы Я смотрела Я ее Потому что для меня Это тоже есть тайна в этом Но я Так как я знаю сценарий Не поверите Я его читала Это хорошо То я не знаю Будет ли сравнение Прям такое Как бы визуальное С Пилой Мне кажется Что там Настолько много Визуальных Других Из которых Сильно отбрасывают От Пилы Визуальных Именно решений Ну там допустим Ожившая фантазия Одного персонажа В виде Огромной улитки И мы видим Огромную ползущую улитку И непонятно И с одной стороны Понятно Она существует Или она не существует Или она существует В голове А все что существует В голове Может быть оно и реально Ну в общем Все так закручено Что мне кажется С Пилой Не знаю С Пилой только тема того Что это Какое-то насилие Угнетение людей Которые должны Что-то исполнить Для выживания И вопрос принципов Которые в них Либо побеждают Либо проигрывают ситуацию Слушайте Ну по крайней мере Посмотрев трейлер Возникает желание Абсолютно точно Посмотреть Что будет в итоге Что на выходе Что будет на выходе Ну Наташа с Лешей Делали еще С таким хорошим Вкусным сарказмом Это в этом есть Такая как бы И ирония И визуал Такой яркий Мощный То есть это не темная история Которая нас всех Немножечко будет побеждать Это все таки экшен В некотором смысле Точно есть элементы экшена Поэтому жанр очень сложный Одним триллером Не отделаешься Не отделаешься Людечка Не можем не спросить Ты для фильма Лед Некоторое время назад Перепела Музыкальную композицию Кружит Дима Монатика Вот это такой сложный момент Вот да Хотели поговорить с тобой Понимаете Я не теми данными Вокальными обладаю Чтобы вот прям Вот от и до Все перепеть Чтобы вот такие Фортили Монатика Оказывается Песня-то непростая Вот Но Замечательная вокалистка Которая помогла Исполнить Это Был бэк-вокал Значит Мою Ну нет На самом деле Я действительно Не так филигранно пою Как это исполнено В некоторых там Кусках припела Но в принципе Лед 2 Но мы записывали Мы записывали Я старалась Как могла И в общем Кто знает Может быть Там и есть Элементы моего тембра Лед 2 между прочим Очень успешно Прошел в прокате Я не знаю Кстати еще Доходит ли где-то Или нет Но Очень хорошая касса И мне кажется В принципе Такой жанр Такого Он же Уже не в меньшей степени Мюзикл Больше такая Романтическая комедия Все У нас уже качнуло Короче говоря Ребят Если хотите Полюбоваться Юлечкой Хуиной Во-первых Отправляйтесь Пожалуйста На страсти По фоме В Театре нации Во-вторых На Ричард Третий В Моссовет Ну в Театр Моссовета Если не посмотрели Лед 2 Посмотрите И напомню Что 23 марта На платформе премьер Выходит Сериал Кул Центр У нас сегодня В ГАСТах Была очарительная актриса Юлия Клынина Спасибо Юль Доброе утро И припев И раз Два Давай Как жить Кружит голову Айду-паду Голу Айду-паду Ее Кружит голову Айду-паду Спасибо тебе огромное Спасибо вам Пока